Здравствуйте! Сегодня в рамках очередного расследования с регрессологом Вячеславом Ященко мы поговорим об экзорцизме. Экзорцизм по-научному. Что же это такое? Все видели фильмы, наверное, «Экзорцизм» четыре серии, как изгоняющий дьявола. Классика. Классика, да. То есть в человека вселяется бес, одержимый бесом, который ведет себя как умалишенный, ругается. И вот приглашают экзорциста, как правило, это священник, который изыди сатана, изыди, молитвы происходят. Это то, что нам известно исторически. Мне, как научному руководителю Центра регрессионных исследований, поступила аудиозапись, сеанса регрессии, где явно присутствует одержимый бесом регрессант. Какой был урок? Ты всегда будешь делать то, что сказано свыше. Если тебе скажут, что ты должен убивать, ты будешь. Даже если тебе этого не хочется. Это был мой урок. Это был твой урок. Если тебе скажут делать что-то плохое, ты все равно будешь это делать. И будешь гореть себя за то, что делаешь это. Но ты все равно это будешь, потому что это тебе сказано. И это от тебя требуется. Вот такой вот урок. И неважно, на каком месте ты можешь быть, кем угодно. Все равно ты идешь по определенному пути. И все равно ты делаешь только то, что тебе говорят сверху. И ты даже не представляешь себе об устройстве всего этого высшего. И всей системы. И ты не в состоянии ничего постичь. Ты всего лишь механизм в таком воплощении. Если ты не понял это, будешь это понимать. Неважно, сколько времени у тебя на это уйдет. Вот. Все. Кто тебе так говорит? Свет зеленый. Сразу скажу, что запись делал тоже в свое время, это в 13-м году нынешний руководитель Центра регрессионных исследований, Святослав Игнатьев. И вот мне на анализ такая запись поступила. Ну вот ты знаешь, давайте обратимся к первоисточнику. Тем более, Святослав обучается в институте Монро и готов прямо оттуда нам ответить на вопросы. Святослав, что же произошло? Как это происходило? Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Денис. Здравствуй, Вячеслав. Рад видеть вас в добром здравии. Меня вы застали в институте Монро. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. Да, действительно, сессия. Это происходило в 2013 году. И началась она с того, что близкие друзья, близкие родственники Александра в очередной раз достали его из окна и просто привели ко мне на сессию. Потому что у Александра наблюдались суицидальные наклонности и они попросили меня разрешить этот вопрос с тем, чтобы каким-то образом помочь ему. И в ходе сессии, которое, нужно признаться, слава довольно сложно, Александр очень сложно погружался в гипнотический транс. Сама его, то воплощение, которое мы просматривали, оно было достаточно сложным для него самого. То есть он совершал там множество неблаговидных поступков. И как выяснилось позже, этому были причины. То есть ты хочешь сказать, что с первого раза было непонятно, что ты общаешься не с Высшим Я, а с кем-то другим? Да, в ходе сессии, безусловно, естественно, что когда вот эта вот сущность, как стало яснее потом, представилась Высшим Я. И естественно, что сначала я обращался как к Высшему Я, но достаточно быстро стало понятно, что что-то здесь не так. Ну вот как ты считаешь, после такого вводного, что делать? Дело в том, что я никогда с этим сам не столкнулся, я только фильмы смотрел. Но когда я услышал этот голос, говорящий губами регрессанта, голос подселившегося беса, потому что это разумная сущность, крайне негативная. Вот, он, значит, вначале он представлялся Высшим Я, то есть это вот, не знаю, лукавый лицемерий, да? Потом все-таки регрессолог Святослав добился, что он назвал свое имя, назвался он Уриилом. Кстати, Уриил один из семи архангелов, но это тоже лжецем, он мог кем угодно назваться, он мог и Михаилом назваться, и Гавриилом, потому что это их суть. Ну здесь же самое важное распознать. Вот это именно умение регрессолога, я называю только следствие провести, вот, то есть вывести на чистую воду. Что ты хочешь? С кем я сейчас говорю? Я говорю с Высшим Я. Откуда ты знаешь? Ну, я знаком с Высшим Я. Неправда. Ты не можешь быть знаком со мной. Ну, значит, сейчас познакомимся. Могу я с Вами говорить? Давай. Саша. Кто такой Саша? Он ничего не может. Саша. Он сам должен понять, зачем он тут. Я его заберу. Когда надо? А когда надо? Тебе зачем? Это информация для Саши. Вот этот бес, вселившийся, назвавшийся Гавриилом, он сначала как бы и не хотел разговаривать с регрессологом. Через регрессанта, мы же понимаем. Но регрессолог так построил беседу по методу Долорес, что вынудил его все выложить о себе, проявить свою сущность бесовского, беса. Настоящий бес. То есть со всеми пороками, которые им присущи. И это настолько явно на пленке. Это этот голос его хриплый. То есть в одном месте он фанфарон, хорохорится. Я весь мир создал. В другом он чуть ли не рыдает. Александр, регрессант, меня больше не любит. А мне так его любовь нужна, чтобы с собой забрать. Давай послушаем этот фрагмент записи, чтобы зрители действительно оценили, что это довольно странный театр. И опять же, слабонервный, надо приготовиться, либо пропустить этот фрагмент, потому что там играют конкретные эмоции. Это мне было очень странно себя ощущать после этого сеанса, после прослушивания, что же происходит с моим мировоззрением. Да, слушать это, ну, слабонервный лучше не слушать. Я помогаю. Уриил помогает. Тебя зовут Уриил? Да. А кто ты? Я, это я. Я, я, я создал его, я создал все. Помогаю всем, ему помогаю. Он мешает сам себе, сам себе мешает, и ему еще мешают. Чем ты помогаешь? Спасаю, спасаю его. Угу. Он ничего не хочет, он ничего не понимает. Я ему все даю. Он хочет неправильно. Если он хочет правильно, я делаю. Я помогаю ему. Угу. Он неправильно хочет. Неправильно не того. Добро, 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 добро главное. Он не понимает, не понимает он. Я могу все сделать. Он должен сам. Делаю ему все, а он не понимает. Он не понимает. Я ему все могу сделать и так. Я все могу ему дать. Я ему могу все подарить, весь мир. Он должен что-то хотя бы сделать сам. И в ту сторону идет тулень. До этого сеанса у меня не было таких случаев. Я не сталкивался с ничем подобным. И естественно, что поначалу, когда эта сущность представилась высшим я, я действительно начал беседу, как обычно мы беседуем с высшим я. Предельно уважительно, задавая корректные вопросы. Но по ходу разговора стало достаточно быстро понятно, что отвечает далеко не высшее я, исходя из стиля построения беседы, из того, как оно отвечало на вопросы. Достаточно быстро стало понятно, что это что-то другое. Это какое-то внешнее воздействие и внешний источник, отвечающий на эти вопросы. Ты знаешь, слушая тебя, Святослав, хочется спросить тебя, Вячеслав, а как же по методу Долорес вроде бы все ведется вот так, вот так, и что же делать после такого вообще? Как с этим взаимодействовать дальше? Вот смотрите, благодаря умению регрессолога, первое, он разоблачил, это не высшее я, это косят под высшее я. То есть притворяются. То есть умение регрессолога вывести на чистую воду. Вывел. Дальше уже начинает вести следствие. Ну, надо знать, как подселился, какие цели преследует. То есть выявить слабые стороны. И вот дальше уже регрессолог ведет с Уриилом диалог, ну, касающийся в том числе, естественно, регрессанта. Почему Уриил не помогает Александру? Александр – это потенциальный самоубийца. Он несколько раз пытался сигануть с балкона, там, что-то еще. То есть человек с суицидальными настроениями. Естественный вопрос. Ну, как же ты вот говоришь... Они уже... Да, кстати, с высшим я... Вот интересно, Святослав, когда думал, что это высшее я на вы, когда разоблачил, уже стал на ты с ним. Вот почему не защищаешь? Ну, вот ты знаешь, мне понравился вопрос, слушая сеанс. Типа, Александр, а кто это? Тебя не натолкнуло на мысль, Святослав, что здесь тоже может крыться, что ты общаешься не с тем, кто за себя это выдает. Я имею в виду, не свершим я этого Александра. И что ты в этом случае делал? Да, спасибо за вопрос. Значит, действительно, те ответы, которые оно давало, вызывали большое смущение, потому что обычно высшая я разговаривает, относясь с предельной бережностью к тому, чей интерес оно представляет. Здесь же было выказано явное пренебрежение, неуважение к Александру, отзывалось о нем крайне в таком пренебрежительном ключе, негативном, обзывало разными нехорошими словами. То есть было понятно, что любовью здесь не о любви. И это наряду с тем, что оно постоянно декларировало свою любовь к Александру. Я его так люблю, но он дурак, да, но высшая я так никогда не разговаривает. То есть было сразу понятно, что это не о высшем я и не о любви. Редактор субтитров А.Семкин